здравствуйте дорогие наши подписчики и зрители нашего канала заранее скажу что пожалуйста ставьте лайки на наше видео не забывайте об этом ваша оценка для нас очень важна дизлайки нам ставить не забывают поэтому пожалуйста уравновешивайте ситуацию расскажу сейчас простите за голос блин заболела немножко и короче ну потерпите чуть-чуть важную вещь хочу сказать про инкубатор с надставками видите уровень поворота мы испортили по ходу два своих инкубатора вот этих своими надставками яйца тяжелые не срабатывает механизм до конца он разворачивает в одну сторону полностью а здесь вот так это прям беда бедовая не могу долго держать средний стадий инкубации просто чтобы посмотрели иметь ввиду мы в общем пришли к выводу что лучше мы купили еще один инкубатор в сезон он обязательно бы окупился потому что цыпки сейчас нужны всем они сделали надставки потому что это все-таки нагрузка на поворотный механизм и эта нагрузка сказалась таким образом и не факт сколько они вообще проработают эти механизмы у меня конечно муж умеет сделать что угодно поэтому я думаю что если сломается он все равно конечно починит но смысл в том что это не стоит видимо того поэтому мы в общем жалеем о том что использовали инкубаторы вот с нагрузкой с такой и момент такой у нас безвыходная ситуация была на все все равно оправдание конечно надо было покупать еще один инкубатор где-то выискивать возможности и еще такой момент не пишите в этом коме в этом видео к этому видео комментарии о том что на ставке там тяжелые еще что-то посмотрите видео как мы сделали надставки прежде чем писать что-то тогда может быть некоторые моменты сами собой отпадут я сделаю ссылочку на это видео но и может быть люди писали кстати у кого-то все нормально так работает и ничего не случается может это именно наша история но из трех санкуба инкубатор с надставками два поворота в одну сторону до конца не докручивают вот так вот смотрите какой у нас странный случай нас все только начинают проклевываться еще только чуть-чуть вот это кстати уже сильно один уже вылупился сегодня с ночи мы уже видим его вот такой пушистик хорошенький пищать он начал на двадцатый день даже раньше не девятнадцатый уже в яйце мы сделаем вот такой эксперимент мы подсадим его нашей мамочки нашей кучинской курочки у нее таких сейчас 7 будет 8 мы так купим и будем отслеживать его судьбу мы нашего малыша пометим чтобы если что не дай бог что мы знали что бройлера мамочка вывести не может сейчас они будут все абсолютно одинаковые какое-то время на головке вот на его и не говорите о том что это ведет к расклеву синий цвет не провоцирует расклев это не красный цвет вот малышик замерз все мы сейчас поднесем под крылышко наши курочки его посмотрим как они его примут на ночь глядя роз болгария яичка сейчас у нас уже идет вывод 18 штук неоплод думаю что еще добавится конечно тут что не то что не выведется из 147 яиц получается в двух инкубаторах а не вывелось 18 это 12 процентов от общего числа яиц неоплод ну в общем так и запишем посмотрим что будет после вывода прелестные прекрасные чистюшки у них там жарень понятное дело все это как всегда что они пьют что они пьют мед они пьют какой гречичный мед пьют темный самый гречичный с липовым смешали ах вы медовые мои шарики медовые шарики так медовый шарик идет к своим друзьям вот они хорошие какие но в общем то мы итоги вывода подведем на бумажке так на самом деле нам всегда кажется что вывод ужасный как много потерь а на самом деле все примерно равное и одинаковое как мне кажется ну посмотрим вот у вас вывод болгарского яйца короче узнаете птенцы маленькие гораздо меньше чем они малышечки малюхоненькие да но яйцо изначально я говорила что очень мелкая даже странно мелкая вот сколько у нас болгар не вылупилась из двух инкубаторов 16-17 штук причем один точно задохлик он абсолютно весь проклюнулся но задохнулся пока остальные не била посмотрим надо надо разбить чтобы посмотреть где там процесс инкубации у нас нарушен потому что все таки большой процент достаточно естественно убыль вот сегодня один вчера тоже одного не стала цыпленка на первой неделе так вот она и бывает выпадает из строя без антибиотиков если их растешь выпадает из строя самые слабые цыпки распределены нормально видите да и сам кружок световой у них пустой значит жарковато в общем то трутся вот так они жмутся видимо сон час сейчас вода у них просто вода я сегодня меняла растим их на маркоровом на маркоровском старте пока 5 1 вот еще поилочка поилки максимально удалены от лампу чтобы они были не так в тепле находились такие вот цыпочки горят какой день 6 7 6 вот они мышатки и лягушатки ровно под лампу никто не ложится у них сон час к слову сказать их же братики то под курицей живут и вообще не парятся что у них 15 градусов 10 ночью а ты у вчера вытяжку забыли загни вытяжку выгул не закрыли допоздна мне кажется это вообще ноль был вот потеряли мы сколько двоих за шесть дней да на самом деле на этом возрасте очень важно в инструкции написано говорили рам чтобы они не подвергались сквознякам вот и такой брудер позволяет избавить их от сквозняков и крышка у него плотная и бока соответственно все закрыто только внизу у них какахи проветриваются вот они там сладкие лапы сидят пальцешки все торчат на сетке они 12 5 на 12 5 до миллиметров вот из 3 5 дня мы убираем пеленку если их много и они на пеленке то пеленка очень быстро становится влажная и они все с мокрыми ножками нам это не нравится поэтому как только они могут уже находиться на сетке мы их пускаем на сетку при их маленьком весе их ножки особенно когда они малыши не страдают и очень мелкая поэтому все хорошо вот такие вот птички у нас и сегодня они пока 51 маркурум сейчас они что у нас пьют у нас витом пьют как ну вот такие а что ты им давал до этого вообще сейчас и страху из проповедь все стандартные витамины пробивайте критом асд давал уже сколько ты не даешь витом асд асд от 3 до 5 зависимости от его наличия потери не сказать сколько потерь 2 их задавили и вот это было в первые трое суток наверное после этого без потерь пока но учтите что всегда бывают потери первой недели это практически в обязательном порядке все недочеты инкубации которые вылупились так или иначе они все равно уйдут в общем поэтому и говорят что птенцов расковыривать яйцах не следует все равно они к сожалению нас покинут лампу я им сейчас в таком возрасте уже включая так чисто для света потому как температура курятники нормальный так нормальный 25 градусов поэтому если есть желающие они подойдут погреются в основном они все от ламп отходит и полгода сидят 17 дней сегодня вчера мы взвешивали спортивными сравнивали если я не ошибаюсь от 400 до 500 грамм живого и губерта уже на котлетку 1 сколько их здесь или здесь и мы лет 117 в этом районе он скоро тесно будет будет скоро тесно и сажать некуда брудер под следующий вывод подкоп чехия как я могу брода за них не могу занять вот две клетки может быть вот в этих лет еще раз один а может быть не знаю здесь оставим здесь мы тоже очистим поймет каждый день рост 308 болгария 21 день такая птица кушает марк корм и пьют они витамин нормального птичьего витамина мы нигде не смогли найти ни три витамина ничего нет короче ужас просто какой-то в городе александрова витамины закончились поэтому купили вот такую банку обычных витамин размолотили их блендером детским я его отдала уже все на пользование саши для птиц и порошок этот растворяется в воде в общем вот такие витамины мы им даем 40 штук сашку попросили продать и поэтому за такими вот подрощенными цыплятами приедут воскресенье